Обманутые дольщики, нехватка узких специалистов в учреждениях здравоохранения, помощь волонтерским организациям. На пресс-конференции только ключевые вопросы. Общественная палата третьего созыва впервые встречается с представителями СМИ в таком формате. Задача – подвести итоги работы за минувшие три года и наметить вектор развития на ближайшую перспективу. По каждому поселению Одинцовского района уже составлен паспорт проблем. Это результат работы общественников на едином дне выездного приема. Общественная палата уже в который раз проводит выездной прием населения. Кто-то воспринимает это с критикой, что куда-то поехали, один раз в полгода встретились, какие-то вопросы собрали. Но это необходимо делать только для того, чтобы люди видели, что их проблемы кого-то интересуют. Добродили в основном одни отписки, как мы узнали с последнего совещания главы, который проводил. Мало что решается, скажем так, все-таки и в рамках нашего района, и в рамках других муниципалитетов Подмосковья. А мы все-таки эти проблемы озвучиваем, даем им какой-то хоть маленький, но какой-то толчок. Так что плюсов очень много в наших выездных приемах. По состоянию на 20 октября работают в палате 44 члены общественной палаты. У нас одна вакансия есть сейчас. И 52 консультанта-эксперта. Для сравнения, во втором созыве с нами работало 118 консультантов-экспертов. Но мы сейчас полностью состав экспертной переформатируем тоже, ну как вместе с нами составом. И вот сейчас пока у нас 52 консультанта-эксперта утверждены. Общественная палата – это площадка для дискуссий, заявляет председатель. Но за разговорами следует действие. Общественники в меру возможностей и полномочий стараются разобраться в сложных ситуациях. Будь то проблемы ЖК Хавновой Трехгорки или оперативная помощь Погорельцам. При палате действует рабочая группа по взаимодействию с застройщиками. Благодаря вмешательству общественников в 2016 году был сдан в эксплуатацию корпус жилого комплекса «Высокая нота». Здесь общественная палата приняла активное участие в плане общественного контроля. То есть уже было определенное недоверие к застройщику. Дольщики требовали принять меры со стороны администрации вплоть до разрыва инвестиционного контракта. Мы как члены общественной палаты подключились и два раза в месяц посещали этот объект. Проходили вместе с застройщиком все этажи, следили за ходом строительства. Львиная доля обращений поступает в комиссию по ЖКХ, которую возглавляет Сергей Ерш. Всего в палате действует 10 комиссий, 7 рабочих групп. Поддержку некоммерческим организациям оказывает Совет НКО. Журналисты поинтересовались, ведут ли контроль общественники за обновлением детских площадок и какую позицию занимает по проблемам жители Трехгорки. Сейчас идет работа по реконструкции детских игровых площадок. Отслеживается ли она как-нибудь общественной палатой? По нашим обращениям ответы были, что жители жалуются на Трехгорку, 16 в частности. Была жалоба в администрации о том, что на площадке травмоопасные элементы, поэтому мы площадку полностью убрали. Замена площадки будет 2018-2016 год, возможно. И как бы по факту получается, что действительно очень много адресов, где жители остаются без площадок, причем рядом с соседней площадкой тоже нет. Приоритеты работы палаты по-прежнему определяются проблематикой поселений, а главной задачей остается общественный контроль органов власти. Не забывают активисты и о благотворительных проектах. В ближайшей перспективе районный фестиваль «Вселенная по имени Мама». Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.